Продолжаем выпуск. В обрушении многотонной конструкции на территории Экспо виноваты проектировщики. К такому выводу пришли эксперты после проведения специального расследования. Сегодня представители национальной компании заявили, что виновник будет восстанавливать конструкцию за свой счет. Илья Рыбин с подробностями. Спустя почти месяц после громкого обрушения 350-тонной конструкции от ЧП практически не осталось и следа. Декоративный мост разобран, здания латают. Специальная комиссия все это время изучала химический состав всех стройматериалов и сам проект. В итоге первоначальные данные о плохом качестве металла подтвердили. Обрушение произошло в результате ошибки в проекте. В проекте, в частности, данной конкретной конструкции. И субподрядчик, проектировавший именно вот эту конструкцию, а она являлась самой длинной, предусмотрел не тот тип металла. Как уверяют в Астана Экспо-2017, на территории выставочного комплекса 8 подобных конструкций, которые соединяют павильоны. Сделаны они только для эстетического вида, своего рода дизайнерская задумка. Половину из них разрабатывал генеральный проектировщик, остальные 4 – субподрядная организация, в том числе и упавшую конструкцию. Однако название этой компании в Экспо предпочли не озвучивать. 70-метровая конструкция, соединяющая выставочные павильоны, обрушилась 16 ноября. Падение на землю было такой силы, что многие очевидцы приняли грохот за землетрясение. Вся финансовая и правовая ответственность за инцидент должна будет лечь на плечи виновника. Сейчас полным ходом идет восстановление объекта. Точную сумму ущерба пока назвать не могут. Мы как получим официальное заключение, мы примем решение. Пока нет у нас. Тем временем депутаты предлагают за такие ошибки наказывать по всей строгости закона. Как минимум лишать лицензии на строительство. Сегодня по всему Казахстану, не только уже в Астане и Лунате, в областных центрах, в районных центрах уже строятся многие красивые здания. Но за качеством, за безопасностью этих зданий и сооружений никто сегодня особо не контролирует. Это касается и пожарной безопасности, это касается и конструктивных решений. В здании, где произошло обрушение многотонной декоративной конструкции, должны располагаться павильоны Нидерландов, Венгрии, Великобритании, Монако, Италии и Финляндии. По данным руководства Экспо, комиссары этих стран уже получили официальные ответы о причинах ЧП. Известно, что участники свои заявки не отзывали. Остальные семь подобных конструкций должны переделать и усилить. Илья Рыбин, Ахмедия Рыльясов, Информбюро, Астана.